Сегодня свой день рождения празднует Саппар Исаков. Члены молодежного крыла СДПК поздравили политика с 42-летием и даже нарисовали стен газету. Одновременно с этим в Кочкорке и у здания городского суда прошли митинги в его поддержку. Главное требование – поскорее освободить Саппару Исакова. Свободу Саппару Исакову. Давно пора ему на свободу, они ничего не могут доказать. С днем рождения, мой будущий президент. Желаю вам здоровья, крепкого и терпения. Солнце будет на вашей стороне. А тем временем в Фейсбуке все не стихают разговоры о дизайнере Никите Тарасенко. В прошлую пятницу он должен был явиться на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля. Сам Карась, так называют Тарасенко в соцсетях, связывает это со своими неоднозначными постами в Фейсбуке. Но на допрос он не пришел, проспал. Простите, проспал я ГКНБ, завтра схожу. Гениальный Никита. Только так нужно реагировать на попытки ГКНБшников ограничить свободу слова. И правильно сделал, что не пошел. Мы что, в авторитарное государство превращаемся? Каждый гражданин имеет право высказывать свою точку зрения и свое мнение, как ему угодно. Теперь из-за каждого мема будут поездки присылать. ГКНБ, займитесь своими делами. Решение о повторном вызове примет главное следственное управление ГКНБ. Напомню, что Никиту Тарасенко уже вызывали на допрос в Генпрокуратуру в прошлом году за мем с Орунбаем Джинбековым. Ну и к другой теме, сегодня у меня есть редкий повод для похвалы. Столичный муниципалитет вернул на маршрут пятый автобус, единственный для жителей новостройки Кулмо. В конце прошлой недели его движение приостановили, и тогда среди горожан начало расти возмущение. Некоторые обещали даже выйти на митинг, но сегодня все автобусы вновь на линии. Сегодня ехала на новом автобусе номер пять. Супер, комфортно, чисто, водитель вежливый. Пусть будет больше хорошего в нашей жизни. Отличная новость. Спасибо, Мэрия, что отреагировали. Однако многие пользователи уверены, без народного возмущения автобус на линию бы не вернули. Ну и теперь об аномально жаркой погоде. Житель города Аша опубликовал лайфхак. Видео жарки яиц и сосисок прямо на асфальте. У нас получится. Как вы видите, сосиску можно готовить и на солнце, до какой степени. И заодно я постараюсь яйцо, чтобы... Не показывайте это депутатам. Другие соглашаются. Ага, а то еще и газ отключат. По словам автора видео, перед началом съемки сковорода с маслом стояли под солнцем около двух часов. Но комментаторы заподозрили подвох. Видео даже прокомментировал пользователь с ником Министерства провокации. Ага, убираем сковороду с плиты и ставим на землю. Включаем камеру и кидаем сосиску и яйцо. Вуаля! А вы поверили? Вот я повелась. Следующее видео тоже о еде. У женщины, предположительно, из Флориды, куриная грудка прямо на тарелке ожила и сбежала. Видео опубликовала в своем фейсбуке некая Ри Филлипс. И за несколько дней оно набрало больше 22 миллионов просмотров. Однако сама девушка пишет, что она не является автором видео. Она его перепостила, но источник, увы, не сохранила. Поэтому многие пользователи предположили, что это видеомонтаж. Но некоторые утверждают, что подобное поведение куска курицы вполне возможно. Это мышечный рефлекс. Очень свежей курицы. Просто ваш ужин нужно было жарить чуть дольше, чтобы не сбегал. Ахаха, вот именно поэтому я не ем мясо. Я не уверена, что смогу уснуть после этого. Пост набрал почти 80 тысяч комментариев. Среди них встречаются шутки в стиле «Если моя еда бежит из этого ресторана, то и я ухожу». Ну и напоследок позлю всех, кто не в отпуске. Владимир Зеленский поделился с подписчиками фотографии из отдыха. Наши юморят. Листаю ленту, о, и ссыкули опять. А что за мужики? Что-то не помню у себя в друзьях таких. Это Зеленский Бакем. Отдыхали мы в бустырях. Многие пользователи отметили, что это очень хорошо, когда президент страны может вот так запросто отдыхать на общем пляже в компании своих друзей. Олеся Цурикова, Манас Бакешев, Рустем Раимбеков. Телеканал «Апрель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова